Павел Евгеньевич, вы извините, я все-таки по старой привычке по имени-отчеству обращусь. Как прошел этот сезон, особенно учитывая, что из тренеров пришлось на время обратно переквалифицироваться в галкиперы? Новый опыт, как бы тренерский, в первую очередь. Это очень немаловажный фактор, если весь сезон оценивать целиком. И со Станиславом Анатольевичем вместе работали в дубле и вратарями, в общем-то, в основной команде я был доволен. Как бы с дублем там посложнее ситуации были, но тем не менее тоже как-то старался ребят подтягивать. А уже во второй половине сезона дождался приглашения вернуться в строй, и уже совсем другая жизнь началась. Раздумывали над этим предложением вернуться? Я его ждал. Поэтому я не думал, понятное дело, когда она поступила. Какие эмоции на площадке испытывали в матче с Норильским Никелем первым для вас в этом сезоне? Ну, на самом деле, нервный такой матч для меня получился. Хотя, надо отметить, что я еще до игры с Норильским Никелем провел три игры за дубль. Но первый матч за основную команду прошел, повторюсь, нервно. В общем-то, не без ошибок. И спасибо ребятам, что, в общем-то, ту игру выиграли, вытащили. И в дальнейшем, в общем-то, в таком состоянии я играть уже не выходил. Вы не первый раз в своей карьере стали чемпионом страны. Вот этот чемпионский титул отличается чем-то от предыдущих? Ну, они все друг от друга отличаются. Конечно, отличаются. Тем более, что этот титул завоеван в команде Дина. Последний свой титул в команде Динамо, я даже не помню в каком году, но достаточно много лет назад, лет пять, наверное, или шесть назад был завоеван. И плюс ко всему, что, опять же, я вернулся в каком-то смысле в строй, как вратарь, как футболист. Поэтому, конечно, очень многое это чемпионство отличает от остальных.